Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Всех тех, кто подумал, что я развожусь, я хочу сразу всех успокоить, что на самом деле это не так, все нормально, все в порядке, жизнь продолжается, все замечательно. Просто меня пригласили поучаствовать в теге на такую интересную тему. Я с удовольствием согласилась, потому что участницы этого тега настолько вообще отличные блогеры, что поучаствовать в такой кампании для меня просто честь. Я с удовольствием согласилась. Пригласила меня известный блогер Марина Михина. Ребята, если вы подписаны на меня и еще не знаете вдруг да по каким-то причинам этого блогера, я рекомендую обязательно зайти на этот канал, потому что это настолько интересный блогер, у нее разнообразные видео, вас точно так же, как и меня, не оставит равнодушным ее канал. Это вот заходите по ссылочке, смотрите, знакомьтесь. Очень умная, очень интересная, творческий человек, разнообразное творчество. Ну, что там долго рассказывать, сами познакомитесь. Итак, пригласила меня Марина Михина, а вопросы к этому тегу придумал другой блогер, не менее интересный. Зовут этого блогера Маша Мартиросян, прекрасная красавица, женщина, которая смогла похудеть на 60 килограмм. Девчонки, если кто, вообще у кого самоцель похудеть, бегите срочно к ней на канал. Вы научитесь совершенно без каких-либо диет, грамотно питаться и будьте сторонняшечки, красавицы, бегите. Ссылочка внизу. И третий блогер, которого, ну, я просто уважаю. Я не знаю, я смотрю ее канал, она, мой канал, наверное, не смотрит, но я ее канал смотрю уже год целый. А так, она на Ютубе известная очень личность, это блогер Ануш. Я смотрю и ее, и ее маму. Это настолько умнейшие люди, несмотря на то, что сама Ануш мне годится в дочери по возрасту, но на настолько ее приятно слушать любую, вот что бы она ни говорила, она говорит очень грамотно, и слушать ее одно удовольствие. Очень много тем от готовки и заканчивая путешествиями Раньше она жила в Аргентине, там тоже много видео по Аргентине. Сейчас она живет в Ереване. Ну, прекраснейшая, интеллигентнейшая семья. Рекомендую, вообще, просто, вот если вы еще вдруг, да, по каким-то там причинам не знаете, бегите на ее канал, я вас говорю. Вот этой девчонке, которым я просто не могла отказать. И когда я получила такое приглашение, для меня это было, ну, ну, как подарок. Так, поэтому, итак, тег под названием развод, громким названием развод и девичья фамилия. Я получила в этом теге, раз, два, три, четыре, пять вопросов, на которые я сейчас постараюсь ответить свою точку зрения. Мне самой, понимаете, очень интересно посмотреть, что же ответят девочки. потому что у нас, ну, мало того, что разный возраст, да, позиции каждого человека, каждый смотрит на эту ситуацию по-своему. Мне очень интересно, как на эту ситуацию будут смотреть другие кто-то. А я расскажу сейчас о том, как я ее вижу. Итак, первый вопрос. Что может послужить для вас причиной развода? Что для меня может послужить причиной развода? В общем-то, для меня есть три критерии, которые являются очень важными в этой жизни. Это я не приемлю лжи, я не приемлю измен, и я не приемлю альфонсов. Вот это, да, еще четвертое – это пьяница. Но я вообще не допускаю, не допускаю такого, чтобы у меня был какой-то там алкоголик. Нет. Такого, наверное, и быть не может, и не могло, и даже в голову такое не приходит. Поэтому вот три критерия, которые я сейчас назвала, являются для меня важными в этой жизни. Володя, ты уйдешь сегодня, а? Я же тебе готова к этому. Вот эти три главные причины являются для меня как бы критериями. Я не понимаю, когда люди говорят, что можно изменить телом, но душой я тебе не изменял и никогда не изменю. Я этого не понимаю и никогда, наверное, не пойму. Нельзя напиться до беспамятства, что я не знал, что я делал, когда изменял, ведь я не чувствовал ничего. Я не поверю в это опять-таки никогда. Потому что, когда человек любит, он не может изменить. Его все устраивает. А если он уже готов изменить даже телом, просто не душой, как это все отговорки, то это говорит о том, что уже чувств этих нет, раз ты запросто меняешь, меняешь любимую женщину на кого-то другого. Это мое личное мнение, и я этого мнения придерживаюсь всю свою жизнь. Я не понимаю разницы измены, как говорят. Я изменил тебе только телом, но не душой. Я этого не понимаю и никогда не пойму. Для меня измена есть измена. Тело, душа – это, знаете, можно говорить кому угодно, может быть кто-то поверит. Я же нет. Второе, значит, альфонсы, которые вот так вот лежа на диване, не найдя себя, могут лежать на диване, не обеспечивая свою, так сказать, семью. Они тоже, это я не понимаю, никогда не пойму, потому что он мужчина, я еще на себя, так сказать, взвалить помимо детей, себе посадить на шею еще одного ребенка и тащить его на себя, просто никакого желания у меня нет и не будет никогда. Я этого никогда не понимал и не пойму, что женщину держит в этом случае, допустим, почему бы ей не развестись, имея вот такого альфонса на диване. Что заставляет ее, то, что он ей будет лежа на диване, каждый день она будет притаскиваться с работы, с сумками продуктов, вставать к плите, чтобы его накормить или там еще что-то делать, а он будет говорить, как он ее любит, это не любовь, вы меня извините. Вот это второй, так скажем, момент, который не устроил бы мне никогда. И третий момент – это ложь. Ложь – это та же измена. Когда человек начинает лгать, это говорит о том, что нет вот той вот духовной близости между людьми, которая позволяет открыть и быть, как говорят, и в горести, и в радости, все нужно делить пополам. Вот этого нет. И вот это первый шаг к тому, что люди отдаляются друг от друга. Либо он ей что-то недосказал, мягко говоря, а то и обманул. Вот. Это начинается, вот когда вот эти вот, вот такие вот вещи, это говорит о том, что у него немножечко своя личная жизнь появляется, в которую он не хочет впускать своего очень близкого человека жену. Вот такое мое мнение. Так, эти три причины. Следующий вопрос. Как вы считаете, брак навсегда? Нет, конечно, ребята. Ну, что значит навсегда? Вас что, вот гвоздями прибили к этому человеку или приклеили намертвой, ты уже с ним не можешь расстаться? Конечно, нет. А потом, вы знаете, жизнь такая штука, не знаешь, что будет завтра? Ты даже не знаешь, как ты можешь рассчитать на несколько лет вперед, чтобы сказать, нет, навсегда, навсегда, навсегда. Конечно, нет. Все может случиться, с каждым может случиться, он может влюбиться, вы можете влюбиться. Чувствую это такое, я понимаю, что нужно все сто раз отмерить, прежде чем один раз отрезать. Это да, но… Но случиться может с каждым всякое абсолютно в этой жизни, поэтому… Вот как, допустим, было при таких тяжелых моментах жизни, экономических моментах в стране, когда люди не могли себя найти абсолютно. То есть, вот, 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 все, все, жизнь закончилась, от этого у него становился у человека, я не говорю женщины или мужчины, я просто обобщенно говорю, что у кого-то, у одного конкретно, депрессии какие-то, ты стараешься ему помочь, как-то выйти из этой депрессии вместе, вдвоем, ничего не помогает. Я знала просто такие семьи, что человек ложился на диван, и его уже было оттуда не поднять никак, и она работала, и везла всю семью, и везла и дочку, и внучку, и всех-всех-всех в дальнейшем, в результате ее уже нет живых, понимаете, а он все еще на диване. Не знаю, как он сейчас живет, но вот такая вот ситуация тоже была, она не разводилась, не знаю, видимо, потому что некуда было уйти, квартира была одна, но жили вот так вот каждый сам по себе уже в последнее время. Вот такие вот дела. Поэтому нельзя сказать, что нет, нет, конечно, не навсегда это. Верите ли вы в счастливый и долгий брак? Конечно, верю. Конечно, верю. И очень даже верю, потому что очень много примеров вижу. Главное же, как к этому относишься, внутри, понимаете. Вот раньше, сейчас такого нет у молодежи, по многим очень причинам. А раньше было такое воспитание, что ты должен уважать, прежде всего уважать свою вторую половинку. И это самое главное. Если в семье нет уважения, вот все, дальше пойдет бог знает что. В семье. Но какие-то стороны хорошие, замечать его, наоборот, подхваливать этого человека, вторую половинку. Вот это нужно постоянно. И, конечно, доверие и уважение это. Счастливый брак, это удача, везение или тяжелый труд. Это все, ребята. Вот все вместе взятое. Счастливый брак. Это сначала, это удача и везение. Потому что встретить такого человека, который, вообще я хочу сказать, что полюбить человека может не каждый. Потому что он нас сейчас больше любит себя, чем кого-либо. Это большой дар полюбить человека. Когда ты встречаешь такого человека, который ты чувствуешь, что это твое, которого ты любишь, с которым ты готов по жизни идти, вот так вот рядом всю оставшуюся жизнь, это уже везение, это уже счастье, это уже счастливый билетик, который ты вытянул. Потому что многие в жизни могут и не встретить такого. Они могут выйти замуж, потому что это вроде как нужно, время подошло, да, там, создать семью, родить ребенка. Но вот такого чувства испытать не каждый способен. Поэтому это, конечно, огромное везение и удача. И потом уже, это уже тяжелый труд. Потому что сохранить вот это чувство, оно, естественно, у всех абсолютно, вот это чувство притупляется со временем. Вот если вы в молодости испытывали чувство первой любви, когда у тебя сердце падает куда-то в пятки, ты просто вот, ну, такое ощущение, что все, это вот первая любовь, да, то потом уже, когда ты становишься постарше, у тебя нет таких чувств. У тебя другие чувства. Они есть чувства, но они уже по-другому себя проявляют. И поэтому вот так же со временем, когда вы создали семью, вы влюбились, у вас сначала гормоны, сначала вот такая физическая потребность в этом человеке. А потом, если у вас нет общих точек соприкосновения, если у вас нет общих тем для разговоров за обедом, за завтраком, за ужином, он вам не рассказывает, что у него произошло, вы ему не рассказываете, что у вас каждый живете своей жизнью, семья – это, в принципе, нечто другое. Это вот дальше уже. А с возрастом, поверьте мне, у меня уже такой возраст, когда стаж семейной жизни, как бы будем так говорить, и жизненный опыт мне подсказывают очень многое. То есть, если молодые этого где-то, наверное, и не знают, то я уже, у меня уже другие приоритеты, я уже, мне уже, допустим, не столь важно, насколько эффектно выглядит мужчина. Мне, в принципе-то, это было и в 18 не так важно, и в 18 мне, может быть, еще было важно, а уже там после 20 я уже, знаете, совершенно все равно, как он внешне выглядит, главное, чтобы тут у него было нормально и с чувством юмора. Для меня самое главное в мужчине – это чувство юмора. Володя, ты уйдешь сегодня, а? Я же тебе готовлю к этому. Это чувство юмора и понимание другого человека, уважение к нему. Вот. Это приходит с возрастом. Если это пронести через всю свою жизнь, то вот, наверное, вот эти вот счастливые браки и получаются, что всю жизнь вот это вот уважение. В первом браке у меня, наверное, этого не было. Я еще молодая, неопытная и так вот сказать, очень рано вышла замуж, и поэтому все так не так. Во втором браке уже как бы, когда в зрелом возрасте создаешь второй брак, ты уже понимаешь, что тебя интересует, что ты ждешь от этого человека и так далее. «Развод – это конец света, жизнь кончена, или это здравствует новая жизнь?» Вот, девчонки, я хочу сказать, какой там… Ну, как может жизнь закончена быть из-за раченки? Ну, что вы! Конечно, это… Да здравствует новая жизнь! О чем мы говорим? Я, когда первый раз развелась, вернее, ну, так получилось, что я узнала об измене. Для меня был это страшный шок, потому что, ну, я сама не изменяла своему мужу, а это случилось вообще с моим мужем первый раз. У нас была договоренность такая, что если он не изменит, он мне сразу скажет… Он мне сразу сказал, мы сразу же решили развестись. Но это для меня был такой страшный удар в спину, как говорится. Потому что никогда не ожидаешь от человека вот такой подлости. Я не ожидала измены, допустим, от своего мужа. Это была первая измена, я надеюсь. Вот. У меня и вообще не было… Я мужа не изменяла никогда. Ну, я такой человек, что если я уже вышла замуж, я никогда не изменю. Вот. И поэтому для меня это было шоком. И когда я узнала об этом… Девочки, время лечит. Я вам точно говорю, послушайте меня. Сейчас я это точно знаю. То есть спустя какое-то время… Вы должны отпустить эту ситуацию. И если вдруг у вас такая ситуация есть или вдруг будет, не дай Бог, там… Не надо к ней очень просто относиться. Я понимаю, что на этот момент я точно так же испытала. Это самолюбие. Вот. Ты не представляешь, что тебе могут там изменить, или тебя могут предать, или там еще какие-то причины развода возникнут. Все. Но… Ничегошеньки, девочки, в этом страшно нет. Это страшно только для тех, кто совершенно не самостоятельный. Вот. Те, кто очень полностью весь от и до зависел от своего мужа, при этом не работал, ничего не имеет, ни образования, ничего. Для них это вот шок такой, что… А для вас это новый толчок жизни. Потому что, если бы не было развода, я, возможно, не стала бы тем, кем стала я. Я, в принципе, наоборот, сильнее стала, понимаете? Если… Самостоятельнее, сильнее, научилась зарабатывать и кормить там себя и дочку и так далее. И… Нет, нет. Это только плюсы, девочки. И я уверена, что вы найдете еще лучше. Просто, ну, на этом человеке свет клином не сошелся. Знаете, вот в Германии… Ну, как… Я не знаю… Я думаю, что в Европе это везде и всюду, а может быть, это только в Германии… Практически… Практически… Действительно, вот таких вот браков настоящих только у старичков. Сейчас никто не торопится настоящие браки заключать. Никто не торопится заключать настоящие браки. Потому что здесь все сделано, чтобы люди жили, пытались жить совместно гражданским браком. Разводы стоят очень дорого. Поэтому пытаются и живут по несколько лет. У них уже даже дети рождаются, они все никак не регистрируются. Легко и свободно. Ты… Даже если ты в браке пошел, заявил, что ты не хочешь с этим человеком жить, ты будешь разводиться или что… Тебе… Ты можешь жить отдельно. Если ты не работаешь, тебе даже будут оплачивать ему и тебе квартиры и государство. И живите, пожалуйста… А он… Вот в России такого… Очень много удерживают вот эти браки. И именно жилплощадь, что люди, прожившие долгое время вместе, некуда уйти. Вот поэтому приходится мучиться. А здесь нет. Здесь, пожалуйста, хочешь, живи отдельно. И даже выгодно, я вам хочу сказать, немцы этим очень хорошо пользуются. Допустим, если ты, как мать-одиночка, ты получаешь очень хорошие дотации, деньги. Нежели, если бы ты была замужем и муж должен был вас обеспечивать финансово. Поэтому выгодно жить вне брака. То есть он на свою зарплату, ты на свою зарплату. Если у тебя не хватает, тебе доплачивают государство, тебе и ребенку. Вот такие вот вещи. И здесь так легко на это смотрят. И даже никто абсолютно никаких страданий по этому поводу не чувствует. А наоборот, наоборот, ты их палками туда не загонишь. Поэтому это раньше, знаете, вот в прежние времена было стыдно быть матерью-одиночкой. Там как-то на тебя пальцем тыкали. Сейчас же нет. Сейчас совершенно все наоборот. И еще даже десять лет назад женщина себя чувствовала как-то вот развод, все, жизнь закончена. Абсолютно нет. Вот, девчонки, подумайте сами. Это да это счастье, что это случилось сейчас, а не через двадцать лет. Когда там вы уже там старше и там не такие здоровые и так далее. Да и слава Богу. Как говорится, если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло. Поэтому... Но я хочу вам сказать свою точку зрения на этот счет. Если вы, ну так получилось уже, все, не ваш человек и вы не его, расстаньтесь красиво. Даже если у вас сейчас очень вот, очень чувства сильные к этому человеку. Он вам изменил, он там вас бросает, там все. Вы просто ненавидите его всеми фибрами души. Девочки, сделайте все, чтобы он помнил вас только с хорошей стороны. И он... Вы... Время покажет. Понимаете, я всегда говорю, время покажет. Пройдет полгода. У кого-то даже меньше. У кого-то год. Но сто процентов, если вы с ним расстанетесь по-хорошему, отпустите его легко. Иди, пожалуйста, там. И будете там с ним общаться только очень хорошо. Ни в коем случае не запрещать ребенка видеть. Нет, зачем? Каждый имеет право на свое счастье, на пробу. Нигде, как говорится, везде хорошо, где нас нет. Если он думает, что там лучше, пусть попробует. Но я вас уверяю, даже если там будет все замечательно, он вас будет всю жизнь помнить только с хорошей стороны. Но если вы будете устраивать скандалы с битьем посуды и рвать рубашку на нем, я тебя никуда не отпущу, я тебя устрою, я там на работу, я туда и сюда. Не нужно это, девочки. Он никогда у вас хороший. Он будет дальше вас всю жизнь вспоминать только это. Хорошее все будет забыто, а это будет вспоминаться. Поэтому, ну если так, возьмите себя в руки. Просто возьмите себя в руки. Уверяю вас, вот попомните мое слово, что так и будет. Что как только вы его отпустите, вот эту ситуацию отпустите, и скажете, ну хочешь, так получилось, иди. Всем того же желаю, девочка. Всем того же желаю, если вы будете к своему мужу. Ну раз вы его любили, значит, в нем что-то есть хорошее, чтобы его ненавидеть не надо. Не за что. Пусть попробует. А вы тоже, у вас будет время обдумать, подумать. А может быть, вам вот так-то и проще, и легче жить, чем на нервах, с драками, там еще с какими-то скандалами. Время покажет. Если время вам покажет, что, допустим, спустя два года или там какого-то определенного срока у вас ваши чувства не угасли к этому человеку, то, возможно, и он сто раз к вам вернется, бросится к вам в ноги и скажет, что а добра добра не ищет, и что любит он, оказывается, вас. Он просто там, так сказать, и все. Ну, проверил. Я желаю всем долгой, счастливой семейной жизни, без скандалов и упреков. Если не избежать, ну что девочки делать? Ничего страшного в этом нет. Ищите вторую половинку. Ну, это мое личное мнение, никого, так скажем. Побежала смотреть к девочкам. Мне очень и очень интересно, а что же они на эту тему рассказали. Ссылочки внизу. Ребята, заходите и слушайте. Возможно, я не права, но это мое мнение. Спасибо большое всем за внимание. Если не подписаны еще на мой канал, подписывайтесь. Вдруг вам понравится. И всем до новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»